Профессор и бард, ученый и композитор, учитель и артист. Вот две линии его жизни, которые он старательно разделял. Выступление в сценах родного вуза в качестве барда было долгое время для него запретной темой. Уговорить его нарушить этот табу удалось лишь в связи с юбилеем любимого им хора Миссис. Затем на этой сцене в качестве барда он был всего несколько раз. Один раз на вечере в поддержку своего друга и коллеги Анатолия Загота, на юбилейном вечере встречи выпускников, и последний раз 26 июля 1986 года, когда здесь вся Москва с ним прощалась. И сегодня он снова возвращается в этот зал своими песнями, в родную альма-матер. Альма-матер, альма-матер, легкая ладья, Белой скатертью дорога в ясные края. Альма-матер, альма-матер, молодая прыць, Обнимись, народ лохматый, нам далеко плыць. Бит отважный облик дружный, Ветер влажный, ветер южный, Парусь над волном, Волны катятся полога, Белый скатертью дорога, Вечер выпускной. Волны катятся полога, Белый скатертью дорога, Вечер выпускной. Альма-матер, альма-матер, Старый драндулет, Над кормой висит громада Набежавших лет. Ветер грозный, век железный, И огонь задув. Здравствуй, здравствуй, Песно-блесный, как тебя зовут. Объяви покречи, брат, Он тебя любил, когда-то давние дела. Пожелай совсем немного, Чтобы нам с тобой дорога скатерти была. Альма-матер, альма-матер, Прежних дней пиры, Не забудем аромата Выпускной поры. Лег на плечи, лег на плечи Наш нелегкий век. Обними меня покрепче, Верный человек. Видишь, карточка помер, Лыжных курточков, щенят, Смерти ни одной. Полный катя, цаполока, Белый скатертью дорога, Вечер выпустен. Кто не катит, цаполока, Белый скатертью дорога, Песня шагом, шагом, Под британский флаг. Навстречу пальма пыльная Плыва издалека Меж листами кровь заката Словно к ране там прижата Срастопыренными пальцами рука. Ты не сетуй, Тобик, О родимом доме. Бей барабан, бей барабан, Эй, Тобик, не грусти. Слева слава, справа слава, Впереди и сзади слава, И забытая могила посреди. И взвелась рядом С пулей и со снарядом Песенка о добрых кобрах И дневных недопырях, Об акулах благодарных, О казармах лучезарных И о радужных колерах во берег. Так нужна ли миру Киплин, Гололира? Бей барабан, бей барабан, Эй, Тобик, не грусти. Властью песни быть людьми Могут даже сумеи. Властью песни из людей Можно сделать злей. Песня шагом, шагом Под британским флагом Навстречу пальма пыльная Плыла издалека. Меж листами кровь заката Словно к ране там прижата С растопыренными пальцами рука. Песня шагом, шагом Аплодисменты Выберу самое синее море Белый, при белый Возьму пароход Сяду, поеду Дорогой прямою Все на восход На восход На восход Он и пароход Мой пароход Левесток Он ищет свежий Над клятвою где-то Петрым и лод На завод От рассвета На света На ветру На дальний восток Пушки молчат Молоденькие мальчики Скучают без девчат Скучают без девчат Не гнычут и не ворчат Матчасть в порядке Здесь И в доме на стучат Синее море Белый пароход Сяду, поеду На дальний восток На дальний восток Уж не молчат Русские Ребят Скучают без девчат Выберу Самое Синее море Белый Хребелый Возьму Пароход Сяду Поеду Дорогой Прямою Все На восход На восход На восход На восход На восход На восход Сяду Прямы Белый Перенок Перенок Белый В море Вынесла На берег Побед Солнце Воду Испали Получил Хорошо Пришел я, пришел, кулыки на спину, И прикрыл рубакой спину, И запел, поэр-ра-ра-ра-ра, Получилось хорошо. А потом это синий, отливающий слёд, Океан с его подсиненной, подсоленной водой. Это вроде как кораблика, корявая спина, Эти крабы, эти раки, это крепкая волна. Этот берег, он как счастье, и от пропасти вершок, И я прикрыл глаза отчасти, получилось хорошо. И запел, поэр-ра-ра-ра-ра-ра-ра, И запел, поэр-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, Океан в моем мозгу. Сухопутная я крыса, и торчу на берегу, Мне бы ездить, мне бы качку, На-на-на-на-на-на-на, Синеглазый отрывать, На-на-на-на-на-на-на, Мне выбросить этот берег и матросить всю мою. Вот ведь плачь на сердце верь, что и в правду уплыву, что и в правду уплыву, что и в правду уплыву. А вот, наверное, самая знаменитая песня на стихе Дмитрия Сухарева, уже не такая морская, но тоже связанная с путешествием. Куда ты уехала, зима зима, по меркам моих берега, На землю, на ветрую землю ложится вечерняя тень И гаснет звезда, и успеет разгореться. Куда ты уехала, зиму, ложатся вечерняя роза На ветрую землю мою? И нет, и нету ответа. А птицы не поют, не по тих затих тростник, Только звук твоих шагов слышу я. Песни и суду с нее, лишь звук твоих шагов Слышу я и зову тебя, зову темным берегом. Ни весен, ни песен, лишь осень умрет за окном, И вряд ли я дуну не сплюсь, Я сплюсь, пока с лингерским вином. Да я и не думаю ждать. На черной теплой воде Нельзя отогреться в звезде, И гаснет звезда, не успеет разгореться. А птицы не поют, не по тих затих тростник, Только звук твоих шагов слышу я. Везде и всюду сию, лишь звук твоих шагов. Слышу я и зову тебя, зову темным берегом. Куда ты уехал сию? Тогда понял, что я в моду вошел у Берковского. И еще Борис Александрович перед этим За некоторое время сказал, что Многие поэты были бы счастливы, Если бы Виктор Семенович написал музыку на их стихи. Я к этому хочу добавить. Один очень известный поэт мне говорил, Слушай, скажи Берковскому, Чтобы написал на мое стихотворение, Я ему хорошо заплачу. Это действительно реальный случай. И если бы я платил за все песни, Которые Берковский написал на мои стихи, Я, наверное, давно бы уже разорился. Или... Ну, даже не разорился. Но неважно. Я видел программу сегодняшнего вечера. Организаторы его написали мне, Чтобы я прочитал стихотворение «Фиеста». Я это делаю с удовольствием. И поясню, что Это стихотворение было написано В 79-м году, После того, как я впервые побывал На Грушинском фестивале, Берковский, может быть, Был не в первый раз, Но, может, тоже в первый раз. Нам там было очень хорошо. Мы жили в одной палатке, Нас кормили биофаковцы супом. И... В этом стихотворении есть одна строчка, Которую я должен пояснить. Там... И глядя вот с чьей юным феем, Я шел с пузатым корифеем. Дело в том, что эта строчка вызвала Ожесточенный спор между Висбором и Берковским. Каждый из них претендовал на то, Что кузатым корифеем был он. А я не мог разрешить этого спора, Потому что я просто не помню, кто это был. Забудуль пеструю лавину, Катившуюся в котловину На наше сдержанное, ах! По склону барды мчались бодро, Мелькали бороды и бедра, Скакали спальники и ведра, Гитары прыгали в чехлах. Какие ждут нас дни и ночи! Нет, здесь не Сопот и не Сочи, И мы иные, мы охочи До песен собственных кровей. Певцы, певуньи, вы все теле, Откуда вы поналетели? Пред циклопичностью затеи, Разину рот, как муравей. Держись, мурашки, Репи рассудок, Забудь про сон на трое суток, За ситуацией следи. Бивак разбит, котлы дымятся, Уже тылы к огню теснятся, Бетлы с томою томятся, Чехлы давай, теперь иди. И глядя в очи юным феям, Я шел с пузатым корифеем, Я брел среди ночных костров, Ночных шатров, ночного бденья, Я шел и делал наблюденье, И все балдел до обалденья, И бормотал обрыв кестров. И чудно было мне, и сладко, Мы шли, и каждая палатка Свой стиль, свою являла страсть. На вазе служат нашей музе, Иначе, чем в казанском вузе, Но состоя в одном союзе, Поют и те, и эти в сласть. Так что ж поют, поют, что надо, Чужого нет, булат, гренада, И молодые имена, и мы с тобой Имеем место. Какая дерзкая фиеста, Какая странная страна, Немыслима, необъяснима, Увы, кому недонуслима В незмусоленной глуши, Я вас люблю, и этот праздник Писать желание раздразнит для вас, Что значит для души. Да, я люблю вас, в этом дело Я ваш, и мне не надоело Тянуться к вашему огню, А если петь-то с вами вместе, А песня — это дело чести, А чести я не уроню. А дым Отечества так нежен, Когда он с вашей песней смешан, Спасибо вам и за него. Не фимиан и не завеса, Он просто дым, он запах леса, Он ест глаза до шестного. АПЛОДИСМЕНТЫ А еще хочу сказать два слова О том, что Виктору Семеновичу Верковскому очень повезло с родителями. Я их знал. Это Эль Викторовна мама Была замечательным доктором. А во время войны, когда началась... Вообще жизнь Верковского была связана С заводом Не про спецсталь, И когда он был совсем маленький, В 8 лет началась война, Он с мамой уехал в эвакуацию Именно с этим заводом Отец Семен Михайлович пошел на фронт. Он не очень долго воевал. В 1942 году у него были ранены обе руки. И он был демобилизован. Это я к тому говорю, Что и у меня отец воевал на фронте. И нам с Верковским было особенно дорого Написать песню, посвященную тем, Кто не вернулся с войны. Такого типа реквина, песня. Вспомните, ребята. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ И когда в небе грел смелый гром, Нам судьба и ноль начертала, Нам не призывно, нам не привезло, Воинство крестного квартала. Силые метели, свет по земле, Все календари повлетели, Годы нашей жизни как составы пролетели, Как же мы давно осиротели. Вспомните, ребята. Вспомните, ребята. Вспомните, ребята. Разве это выразить слова? Как они стояли по военкоманам, С бриками навечно голова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И когда над ними грел смелый гром, Трубами районного оркестра Мы глотали звуки, ярости и муки Чтоб хотя бы музыка воскресла Вспомните, ребята, вспомните, ребята Это только мы видали с вами Как они шагали по твой инкомат С бритками на вечную голова В церкви страна В церкви сон В церкви сна Незон несет На зоне спят Ядры, хрон, сплюшки Во сне спят игрушки На вокзале спят перроны На газоне спят пионы Чемпионы Чемпионы Спят в постели И те за день по потере На ра..на ра…на 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 ра…на… И столько у тени толкая Такая физиология такая, Ни явно, ни тайно, не может ли он уснуть, уснуть. Он над ноем головой видит сок продульский пряник, На другую головою влево глянет, вправо глянет. Молоко-молоко возременно тащит, на него тянет, толкает, глаза таращит. То потянет, то толкнет, глядишь, поможет. Ведь ночью без работы он не может, поскольку тянет. Такая физиология такая, Ни явно, ни тайно, не может ли он уснуть, уснуть. В полочном переулке, полочник лепит булки, Ему ночной порой, поможки не нужны. Где-то кипит, кипит, работа, кипит, кипит, работа, И где-то туда погода мы с тобой. Цветные тем сны, по счастью, тени такая, Физиология такая, Ни явно, ни тайно, не может ли он уснуть, уснуть. Уснуть, уснуть, уснуть. Виктор Семенович очень любил всякие музыкальные эксперименты. Он же вообще начинал выступать в молодежном кафе под джазовый аккомпанемент, под джазовое трио. И вот я думаю, он бы порадовался, если бы услышал сейчас новую интерпретацию его песни на стихе Сухарева «Апрель, апрель на улице». Я приглашаю на сцену лучшего, главного укулелиста страны. А честно, я единственного. Евгения Булёна. А вот давай в туфли. Вот этот музыкальный инструмент, это и есть укулеле. Вот с таким названием. Самый настоящий музыкальный инструмент, придуманный на Гавайях. Очень актуальная для сегодняшнего дня песня, потому что говорят, что завтра опять будет ноль и пойдет снег. Написано ровно 50 лет назад в противоположной ситуации. Тогда снега не было аж с февраля. Апрель, апрель, апрель на улице. А на улице февраль. Еще февраль на улице, а на улице апрель. И крыши все затахли, и солнышек и печок. Взять бы мне затахли под снежечка в пучок. И взять бы в руки лепочку, чтоб запах утекла. И моцлую пыль веточку, весточку тепла. Апрель, апрель на улице. А на улице февраль. И еще февраль на улице. А на улице апрель. Не только под крышей, на самом ветерке. Знаете, девчонка рыжая, в зеленце ветерке. Знаете, веселый, милый, милый весьма. А может, в рамку сгинула, скинула зима. А может, в рамку сгинула, солнышек и печок. И ты, что шрубку скинула, в славы и бочок. Апрель, апрель на улице. А на улице февраль. И еще февраль на улице. А на улице апрель. И я стою на улице. Жалый и хмельной. Улица шатается, ходит подо мной. И я рот закрылся в пасхи. Держу едва, едва. Вот эти шоклопайские шампанские слова. Ой, весточки мы ранние. Ветры издалека. Весенние бескрайние. Веселые света. Апрель, апрель на улице. А на улице февраль. И еще февраль на улице. А на улице апрель. Апрель, апрель на улице. А на улице февраль. И еще февраль на улице. А на улице апрель. Апрель, апрель на улице. А на улице февраль. И еще февраль на улице. А на улице апрель. Евгений Выков и его укулеле Укулеле, как и всякий маленький изящный предмет, очень капризен Произведение, которое мы сейчас исполним, оно не только является иллюстрацией к многообразию жизненных форм, существующих на этой планете Ну и как будто бы написано для этого дивного инструмента ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я когда-то состарюсь Не дарите мне берег, подарите мне море Я за это, ребята, вам спасибо скажу Я за это, ребята, вам спасибо скажу Подплыву я по морю, жизнь свою вспоминая Вспоминая свой город, где остались друзья Где все улицы в море, словно реки впадают И дома, как баркасы, на приколе стоят Что же мне еще надо, да пожалуй, хватит Лишь бы старенький дизель безотказно служил Лишь бы руки устали на полночной вахте Чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив Чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив Лишь бы я возвращался знаменитый и старый Лишь бы доски причал, проходя в прогибал Лишь бы старый товарищ от работы устал С молчаливой улыбкой Руку мне пожимал С молчаливой улыбкой Руку мне пожимал Я когда-то состарюсь Память Время не сможет Если будут подарки Мне к тому рубежу Не дарите мне берег Подарите мне море Я за это, ребята, вам спасибо скажу Я за это, ребята, вам спасибо скажу Спасибо большое Вы знаете, я сейчас спою одну песню, которую я Я сейчас ставил с булицами вспоминал, которую я не пел в концертах Никогда В своей жизни Ни разу Она была написана В значительной степени Под влиянием Этой могучей личности И вот как нельзя кстати отражает Наверное Как нельзя кстати подходит для сегодняшнего вечера Я решил попробовать ее спеть Хотя ей больше десяти, наверное, больше пятнадцати лет К этой песне Она очень грустная, но Попробую, что получится Я дирижер земли И музыки законы Я в жизни научился различать И мой оркестр не может замолчать Ведь в нем и трупы скрипок Миллионы Я палочкой своей взмахну перед глазами Из партитуры пыль рукой сотру И тут же флейты водосточных труб Свои ноктюрны мне сыграть сами Но лишь одна беда Мне вечно душу кложит Ведь жизнь бежит, не слушаясь руки И сколько палкой воздух не сегит Несыгранный оркестр сыграть не сможет Но я волшебный жест Остановить не смею Я свято верю, что таить греха Что если буду очень им махать То, может быть, хоть что-нибудь сумею То, может быть, хоть что-нибудь Саблеон, другий поход Здесь ползода утонула Другу стоил брод Брод, брод, брод через Кабул Брод через Кабул и темнота Гвязь, глупцы и капун Кони пыркают, сердит Вот вам брод через Кабул и темнота Нам занять Кабул вели Саблеон, другий поход Но скажите, неужели Друга мне запенит брод Брод, брод, брод через Кабул Брод через Кабул и темнота Гвязь, глупцы и капун Кони пыркают, сердит Черт, брод через Кабул и темнота На чертах Кабул нам нужен Саблеон, другий поход Трудно жить без тех, с кем дружен Задал, что взять проклятый брод Брод, брод, брод через Кабул Брод через Кабул и темнота О, Господь, не дай споттутся Но Господь не дай споттутся Очень просто захлебнуться Береги брод через Кабул и темнота О, Господь, не дай споттутся О, Господь, не дай споттутся Брод, брод, брод через Кабул Брод, брод, брод через Кабул Брод, брод через Кабул Где Виктор Семенович как раз был бэк-вокалистом На самом деле не было у нас в этой песне бэк-вокалистов Все были солистами, в том числе и Виктор Семенович На стихи Юрия Витанского Я, помывавший там, где вы не бывали Я, повидавший то, чего вы не видали Я, уже там, стоявший одной ногою Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна Даже когда трудна и когда опасна Даже когда несносна, почти ужасна Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна Вот, глянусь назад, далека дорога Вот, побляжу вперед, впереди немного Что-то там позади города и страны Женщины были, жаны мои, а ты Дружба была и верность прожида и злоба В доме земли стучали по крышку брова Ставец корон над темною той рекою Ласково так помахивал мне рукою В ниточка жизни шарик непрочно свитый Зыбкий туман надежды дымом соблазна Штопаны, перештопаны, мяты и биты Жизнь не воюя, жизнь все равно прекрасна Здравствуй, мой друг, воробушек Здравствуй, мой друг, воробушек С Новым Годом холодно, братец, а все равно прекрасна Здравствуй, мой друг, воробушек С Новым Годом холодно, братец, а все равно прекрасна Здравствуй, мой друг, воробушка С Новым Годом проходили Очень интересную историю расскажу. В 1997 году на очередном праздновании дня рождения Юрия Висбора в концертном зале «Россия» Виктор Семенович остался без своего постоянного партнера Дмитрия Богданова, который укатил за границу в командировку. Тогда Берковский решил попробовать выступить с хором из других участников концерта. Получилось так здорово, что идея хорового пения бардовских песен получила свое продолжение. И в 1998 году Георгий Васильев и Алексей Ивашенко инициировали создание легендарного проекта «Песни нашего веда». Научным руководителем, что я говорю, художественным руководителем которого до самой кончины оставался Виктор Берковский. Первый диск разошелся миллионными тиражами. В то время эти песни звучали на улицах Москвы, в подземных переходах, из окон проезжающих автомобилей, в магазинах, кафе и ресторанах. Успех был огромен. Сам Виктор Семенович хвастался, что в тот период при его появлении в родном институте заведующий кафедрой встречал ему словами «Профессор, вчера я снова слышал вас на рынке». С тех пор коллектив «Песни нашего веда» записал восемь дисков. Пятый диск этой серии был полностью посвящен песням Виктора Берковского. Этот диск был задуман еще при его жизни, а увидел свет уже после его ухода. Выступает коллектив «Песни нашего веда». Я думаю, что если, Лешина, идея осуществится, то, конечно, фестиваль неформатных авторских песен имени Виктора Берковского будет начинаться с этой песни на стихе Эдуарда Багрицкого. Евракий еще и фестиваль, потом Евракий, Ставракий, потом Папасады, третий фестиваль Папасады. Папасады. Песня. 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 ПЕСНЯ 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 На лошадях не пробовали? ПЕСНЯ 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 Луна и мёртвые губы шепнули Ренад. Тогда трёхлась, солнечный плёс, Ушёл мой приятель и песню улёс. С тех пор не слыхали украданные края. Ренада, Ренада, Ренада моя, Отряд не заметил потери бойца, И яблочкой песни допел до конца. И что-нибудь тихо сползла, погодя, На бархат заката слези до дождя. Новые песни придумала жизнь, Не надо, ребята, о песне дружить. Не надо, не надо, не надо, друзья, Не надо, не надо, Ренада моя. Божественная суббота Или история о том, как нам Зиновьем Гертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться. Нас не коснуться взямок до середины днём, Как сладко мы курили, как будто в первый раз На этом свете жили, и он съел для нас. Ещё придут невзгоды, но главное — это урок Божественной субботы на стенке вкусной вод. Уже готовит старость свой непременный суд, А много ли нам осталось? За жизнь таких минут на пышном карнаваде Торжественных невзгод. Мы что-то не встречали Божественных слов. И, дружи мой, друг сердечный, Сдаваться не спеши, Пока течёт он грешный, Неспешный мир души. Дыши мой, друг свободы, Кто знает, сколько раз Ещё такой субботы, Ещё такой субботы, Божественной субботы Наш Екатарик нас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...